Смотрите. А когда мы лезли в последний раз? Когда был город? Это когда? 2006 он был. Привет дорогие друзья. Жительницу села Азябликово Нижегородской области Надежду Бушуеву называют женщиной Маугли. Ей 43 года и 26 из них Надя провела, запертая в своем доме. У нее не было паспорта и других документов, не говоря уже о различных бытовых мелочах, вроде душа и чистой одежды. Давайте же выясним, кто и за что так жестоко обошелся с Надей и как она пытается наладить нормальную жизнь сейчас. Надя Бушуева родилась и выросла в Нижегородской области. Она успешно училась в школе и во всем слушалась свою строгую маму. Девочка научилась готовить и все свободное время проводила на огороде, помогала по хозяйству. В 16 лет Надя окончила 8 классов средней школы. Стал вопрос о поступлении в техникум, но неожиданно для всех Надя пропала. Отец Нади Бушуевой ушел из семьи, оставив молодую жену с ребенком. Женщине было сложно управляться с большим деревенским домом и огородом. В Бушуевом часто заходил сосед. Сначала он предлагал помощь по хозяйству, затем стал намекать на отношения с матерью Надей. Та отказала и мужчина переключил свое внимание на подростка. Мама Нади обратилась за помощью в милицию, но ей отказали. И чтобы уберечь дочь, мать спрятала Надю дома, когда той было 16 лет. Сама женщина перестала работать, никому не открывала дверь и раз в месяц, когда получала социальное пособие, выходила в магазин. Соседи решили, что Надя уехала учиться. Затем думали, что девочка или бросила больную мать, или умерла. Бушуева старшая на эту тему никогда не говорила. Надя жила вместе с мамой в закрытом доме 26 лет. Она никуда не выходила днем, изредка ей разрешали подышать уличным воздухом ночью. Постепенно женщины стали голодать. Никто из них не работал, денег не было. За неуплату отключили газ и электричество. Воды в доме не было. Жилище заполнили крысы. Бушуевы завели много кошек, но те быстро погибали от недостаточного ухода. Иногда женщины не успевали или забывали похоронить питомцев, и в доме стали скапливаться трупы животных. Чтобы найти пропитание, мать Нади ходила по помойкам. Соседи делились кошачьим кормом для питомцев, но женщины ели его сами. Надя сильно похудела, разучилась готовить и перестала убираться. Крысам и кошкам добавлялся мусор с помоек. Женщины спали на одной кровати в синях, в окружении питомцев. Бушуевы перестали ухаживать за собой. Они не мылись 14 лет, из-за чего длинные волосы Нади превратились в сросшийся колту. О плачевном состоянии семьи стало известно, когда матери Нади потребовалось срочное лечение. Ее госпитализировали, а соседи стали замечать на участке странную незнакомую женщину. Сначала Надя никого к себе не подпускала, но затем рассказала деревенским, кто она и как жила все эти годы. Соседи вызвали социальную службу, пригласили журналистов. Историю Нади начали рассказывать на федеральных каналах. Сразу после эфира к дому Нади потянулись желающие помочь. Местная администрация согласилась выделить пособие по трудной жизненной ситуации. Социальная служба начала решать вопрос с документами, которых у женщины не было, ведь в 16 лет она не жила, во внешнем мире. Неравнодушные люди стали приносить Наде еду. Волонтеры начали организовывать субботник на участке и закупили моющие средства и инвентарь для уборки. Надя, которая не привыкла ко вниманию общественности, с трудом воспринимала помощь посторонних. Она соглашалась взять еду, но от уборки дома отказывалась, объяснив, что может сделать это сама. С социальными работниками Надя на контакт не шла. Психологи, работающие с Надей, установили, что у женщины нет серьезных психологических отклонений. Она не больна, просто не знает, как нужно жить в социуме. С подросткового возраста Надя видела лишь одну модель поведения, поэтому не убиралась и питалась с помойки. Маму Нади забрали на принудительное лечение, в психиатрическую больницу, где она и скончалась. Похороны помогли организовать соседей и администрация. Позвонили мне из больницы, сказали сначала, что у нее ковид, перевели ее в город в больницу с ковидом, а потом уже позвонили, что все, она уже умерла. Надя сменила прическу, оформила все необходимые документы, получила паспорт. Женщина согласилась на помощь психолога и объяснила, что для нее главное это понять, как жить в мире. После освещения истории Нади в СМИ, с девушкой стали связываться разные люди. Москвичка Ирина приехала в дом Бушуевых и тоже предложила помощь. Надя согласилась временно переехать в Москву и преобразилась. Ирина купила ей новую одежду, отвела на экскурсии и познакомила с интернетом и социальными сетями. В селе Азябликово быстро заметили пропажу Нади, подали заявление на розыск, начались поисковые мероприятия. Ситуация осложнялась тем, что кто-то забрался в дом Нади, сломал дверь, выпустил всех кошек и украл часть вещей. О том, что ее ищут, Надя узнала из СМИ. Женщине пришлось срочно вернуться в деревню. Ей запретили покидать Нижегородскую область, пока идет расследование кражи. Надя признается, что хочет навсегда уехать из родного села, найти работу в Москве и просто отдохнуть от навязчивого внимания доброжелателей. Теперь главное для нее это получить профессию. Она хочет пройти обучающие курсы и найти работу. Бушуева встала на учет в агентство занятости населения и начала получать пособия по безработице. Теперь ее жизнь в ее руках. Соседи неоднозначно относятся к Наде. Кто-то считает ее сумасшедшей и предлагает отправить на принудительное лечение. Другие призывают срочно заняться гигиеной жилища и навести порядок. Третьи жалеют женщину и просят оставить ее в покое, чтобы она сама разобралась в своей жизни. Наде предстоит большой путь социальной адаптации. Ей понадобится помощь и поддержка, но со многим она готова справиться сама. Понятно, почему женщина не хочет, чтобы ее проблемы решали за нее. Последнее такое решение стоило ей 26 лет жизни. Несмотря на драматическую историю, на своем примере Надежда Бушуева, оторванная от мира на долгие годы, доказывает, что преодолеть возможно все. Если хочешь начать новую жизнь, дерзай. Вы знаете, что вам предложение Куклачев сделал? Первое, она не хочет сменить образ жизни. Нормально превратиться в человека. Ее вытащить из этого мира, в котором она живет тяжело. Мы все пытались, но она отказывается. Она не хочет помощи. И она не хочет прислушиваться к людям, чтобы именно стать таким человеком, как мы с вами, например. Человек не любит работать. Если бы она любила работать, так около дома у нее такое безобразие не было. И одежду ей приносили, и питание привозят. Но она не открывает двери. Она через щелочку закрывает, и все. Она сама отвернулся. Кто что дает, она берет, выкидывает. Говорит, мне ничего не надо. Продолжение следует...